Мы оказались загнаны в такую ситуацию, в которой жить невозможно. Мы находимся среди города Ростова в некотором гетто, потому что иначе это не назвать. Мы жители улицы Календарная, улица Наземная, Наземная 1. На протяжении трех месяцев с регулярностью практически ежедневно нам отключают свет. Изначально это было 2 часа днем, а теперь это делается ночами, то есть с 10-11 часов вечера до 5 утра. Мы обратились в администрацию города, области, мостотряду и еще также в администрацию нашего советского района. После чего мы получили официальные ответы, что с 5 сентября отключения электроэнергии не будет. В одном из ответов указывалось то, что по проекту отключение электроэнергии вообще не предполагается. 10 сентября в очередной раз нам отключили свет. После чего группой общественности мы подошли к руководству, находящемуся на объекте. На наш запрос, почему отключен свет, нам было сказано, что он предполагается для того, чтобы проводить свои работы. Опять же, на вопрос, что у нас не должно быть отключения света, было сказано, что это необходимость. У нас, так как отключается свет регулярно, перепады напряжения происходят, у людей погорело очень много техники. У нас сгорели въездные ворота, менялись платы, затем ряд другой техники, там телевизоры, холодильники. Люди выбрасывают продукты элементарно. Дети пугаются, находясь без света, потому что ежедневно, каждую ночь при свечках и так далее. Но это просто невозможно. Телевизоры. Вот у меня духовка. Сразу два. Я пенсионер. Для меня купить это все и восстановить очень тяжело. Получается, мостостроители строят мост, а мы будем вкладываться, новую технику покупать. А мы здесь действительно просто проживаем. Разве так можно все приобретать заново, из-за того, что строится мост. И тот кабель, который они обещали установить, он валяется у них на территории, они его не устанавливают и говорят, что вон там он лежит, работы не ведутся. Хотя в письмах везде, от губернатора везде написано, что он до пятого числа должен был установлен. В связи с этим мы вот обратно все собрались, просим помощи у властей, у людей, чтобы нас услышали, нам помогли, потому что так жить просто невозможно. На сто с лишним домов, и мы находимся вот в такой критической ситуации. Но вначале мы как-то не обращали на это внимания, а впереди отопительный сезон. Котлы энергозависимые. Как нам дальше жить в этой ситуации, мы не знаем. Руководитель, находящийся на месте, он сказал, что мы заплатили железной дороге миллион за окна, и поэтому нам отключают тогда, когда надо. Ежеразно они платят этот миллион, или это был какой-то контракт, нам об этом неизвестно. Но ситуация крайне критическая. Мы обращаемся за помощью, даже уже не за помощью, а с требованиями услышать нас и вернуть нам нормальную жизнь. С ситуацией моста, со строительством, нам вот сломали детскую площадку, которая была приобретена за наши деньги, нашего садоводства. Детям теперь совершенно негде играться. Они это сломали буквально за один день, а восстанавливать нам никто не собирается. Мы просим, чтобы нам ее также восстановили. Детям гулять негде. Здесь дорога, пыль, одни валяются провода, а детской площадки теперь нет. И нашим деткам теперь играться вообще негде. Вот они, они бедолаги, не знают уже, чем заняться. Только мячик у нас остался. Просим помощи. Дорогая администрация, услышьте нас и сделайте нам добро. Я пишу вам письма с 2014 года. Дороги не делаются. Освещение, воду, газ провели за свои денюжки. Сделайте нам хотя бы детскую площадку для наших деток. Это наше будущее. Раньше мы выезжали по этой дороге, она у нас была сделана. Мы ее за свой счет, своими силами, своими руками засыпаем, выравниваем, нанимаем трактора. Все. Теперь, чтобы нам выехать с территории, мы объезжаем по соседней улице, которая относится муниципальная. Когда просили сделать дорогу, нам сказали, что соседняя улица муниципальная, это ваша, делайте сами. Мы ее себе сделали. А соседние и муниципальные также подсыпали. Они яма на ямах. Теперь мы на своих машинах выезжаем по разбитой дороге. Все. Как дальше будет с дорогами? Может быть, они ее перегородят. Нам нужно выезжать вообще через Балтику. Там тоже плохая дорога. Никто этим тоже не занимается. И дети идут со школы по этим дорогам. Никто не побеспокоился. Как с остановки дети будут со школы возвращаться домой в грязи по колено? Почему? Сейчас пойдут осень дожди. Кто, как будут люди возвращаться с остановки домой? Не все катаются на машинах и на самолетах мы не летаем. По словам дендролога, когда я звонила в администрацию Советского района, было сказано, что вырублено порядка тысячи деревьев. Опять же, на вопрос, когда это восстановится, сказали, после реконструкции моста это восстановится. Но сейчас сажают деревья, которые столбик и три веточки. А у нас здесь были многолетние тополя и большекронные растения, которые сдерживали пыль. После того, когда все это вырубили, пыли полно, масса аллергиков и шумно очень стало. То есть, ну как бы, реальное гетто получилось. Но тут по-другому никак не скажешь.